Друзья, всем привет! Вы смотрите канал Фигурка, меня зовут Костя Лесик. Сегодня я нахожусь в городе Санкт-Петербург, в Академии фигурного катания, где проходит тренировка Кирилла Анатольевича Добыденко и его ученика Андрея Мозалева, участника Олимпиады, чемпиона мира среди юниоров и просто хорошего парня. Мы понаблюдаем за тем, как работает группа Кирилла Анатольевича и расскажем вам, как же все происходит и, естественно, поговорим с участниками, не только с Кириллом Анатольевичем и Андреем, но еще и с другими очень интересными специалистами. Погнали! Здравствуйте, Кирилл Анатольевич! Рад вас видеть! Как у вас дела? Все хорошо, трудимся! У меня было два с чем-то года. У меня каталась сестра, я ходил с ней, ну как мама меня не могла ставить дома одного, и она все время брала меня с собой. И я тоже там катался, и мне хотели поставить сначала на коньке, потом на ноге. Вот, а начал заниматься уже в пять лет. У тебя родители фигурного катания не занимались? Нет, не занимались. Просто маме очень нравится фигурное катание, и это правило. А кто был любимым фигуристом мамы, когда ты кумир, может быть, когда она тебя приводила? У нее Алексей Ягудин. Алексей Ягудин? Да. Ну ты познакомил маму-то хоть с Алексеем? Нет, мама не ездит на соревнования с мной. Ну вот может быть когда-нибудь. Да. Ну а теперь остается, после Андрея Мазалева, Алексея любимого, ты вот пять лет пришел на коньки, и вот у тебя прям не было, ну не знаю, каких-то других видов спорта, которые бы ты мог прийти. Ты прям с самого начала, с трех лет, с двух даже, да, занимался? Были, конечно, идеи там футбол, но я как-то уже настраивался на фигурное катание, и мама все-таки отправила, не хотел ее подводить, и мне это нравилось, и как-то все это сложилось, и это еще в детстве получается. То есть еще с детства родители, в принципе, ну нацеливались, что ты будешь серьезно этим заниматься? Не надеялись, конечно, серьезно, просто они сначала отправили, чтобы, ну как, знаете, чтобы чем-то занять, вот, а потом у меня мама спросила, мне было лет восемь, хочу ли я дальше идти профессионально заниматься, и я сказал, что да, я хочу. Так мы и пришли к Ирану Анатольевичу. Ты сказал, что родители, сестра занималась игруным катанием, насколько вот я слышал, она тренировалась в синхронном катании, да, может немножко. Про нее рассказать? Скажу, что она каталась в Sunrise 2, очень долгое время, они там выигрывали и первенство России, или что это, ну вот среди их, это... Ну, их возраста, да. Да, их возраста они выигрывали и первенство России, и все, потом как-то там поменялся тренер, и получается, повыгонял всех. Я не знаю, как там на самом деле было, но в результате ее там выиграли, и она решила, она до этого хорошо училась в школе, решил все-таки заняться больше учебой, закончила на золотую медаль школу. Сейчас учится в ИТМО, там, IT и всего-таки там. Короче, с оригинальной технологией. Да, да, там занимается графическим дизайнером, дизайнером. Вот сейчас по обмену учится. Училась сначала, уезжала на семестр в Прагу, Чехию, и сейчас она в Станбуле учится. И там будет вот сейчас писать диплом. Ну, а на соревнования она к тебе попадает? А на соревнования нет. Можешь бы немножко рассказать про родителей, если можно, чтобы мы тоже чуть познакомились с твоей семьей, чем мам, папа занимаются? Папа у меня программист. Мама работает, если проще сказать, методистом в театральном институте. Спортом они занимались каким-то? Ну, любительски. Папа боксом занимался, мама тоже там и теннисом больше. Разные направления у вас. А вас двое, да, в семье? Да, двое. А животные? Кот. Как зовут? Симба. Симба? Да, как из мультика Король 2. А он похож на него? Да. Питомец, который помогает настраиваться? Да. Ну, больше так еще успокоится. Ну, как ты же такие спокойные, он как ляжет рядышком и помурлычет, еще что-нибудь, сразу успокаиваешься. Какой он был, маленький Андрей Мазарев? Забавно, вот с такой копной, такой горшок, на прическе горшок, такая копна, маленький, такой крепышечок, крепыш маленький. Помните первую встречу? Да, да. На массовом катании, в Таврическом, каток у нас в Таврике есть, мне позвонили родители, попросили просмотреть. Ну, я же не могу сразу в школу привезти, да? Мы пошли на массовое катание, посмотрел и сразу сказал, что возьму. Увидели потенциал? Да. В первую очередь, увидел возможности тела, но есть определенные, там, ты даешь какие-то задачи, и ты смотришь выполнение, и оттуда понимаешь, способен на то, способен на что-то человек или нет, да. Ну, вот увидел это, опять же, сейчас просто очень долго, да, все это рассказывать, вот я увидел сразу в нем потенциал. Я очень сильно переживал, волновался, и, можно сказать, боялся Киран Анатольевича. Ну, и в итоге как все прошло? Ну, в итоге, конечно, Киран Анатольевич взял меня. Сейчас уже не боишься? Сейчас нет. Спасибо первому тренеру, Анне Ильиничне, которая действительно его хорошо поставила на ноги и вовремя отправила дальше на развитие. Уважаю первых таких вот тренеров, которые, потому что ведь базу заложить, особенно в эпоху современного фигурного катания, заложить правильно базу, это очень сложно и очень важно. Очень важно, потому что вид спорта молодой, ранний, и пока ты занимаешься переучиваниями, ты теряешь очень много на это времени. Порой просто ты теряешь на это время, и ты все время находишься в роли догоняющего, потому что ты только и делаешь то, что исправляешь, исправляешь, а потом старт, старт – это стресс. Новое что-то не наработал, на стрессе вылезает старое, да, ты опять все это правишь, правишь, правишь. Временные потери большие достаточно идут. Там же, за той же белой дверью еще одна поляна, только главная арена. Ну, сейчас там проходят мероприятия, я думаю, мы туда не пойдем снимать, пусть люди там поверят на слово. И здесь еще, вот двери, да, здесь еще маленький каток, детский каток. Мы можем прогуляться. Давайте прогуляться, нет, давайте сначала в тренерскую все-таки положим вещи. Наша маленькая тренерская, где мы… Чайничек, кофе можно вкусный. Переодеваемся, обсуждаем насущные вопросы. Вот это наш второй дом, я еще не знаю, где я больше времени провожу, здесь или дома. Ну, 8 часов, как вы говорили. Ну, бывает и больше, бывает и меньше, по-разному. Вот здесь у нас маленький хаточек, где самые-самые юные спортсмены тренируются. Самые маленькие начинающие дети здесь тренируются. Вы заходите, отбираете, наверное, себе будущих чемпионов? Ну, в комиссии я состою, мы постоянно проходим тестирование, смотрим, конечно. Какой-то день, в месяц или там… Ну, в определенной периодичности у нас происходит тестирование, мы смотрим, как прогрессируют дети, кто достоин идти на следующий уровень. То есть вы уже, грубо говоря, всех знаете с самых… Ну, конечно, мы все это отслеживаем, конечно. Во сколько, примерно, лет в вашу группу попадают люди? Ну, у меня есть дети там и 7 лет, и старше. Все в зависимости от способностей. То есть должен быть определенный разряд, чтобы попасть, да? Какой? А начинаю с второго спортивного разряда. Ну, сейчас мы у нас уже, так как у меня команда расширилась, мы еще более маленьких берем, уже с юношескими разрядами. И вы тоже вот с маленькими работаете? Ну, конечно. Но я вот начинал в 97-м году, я только не здесь, а в Дворце спорта юбилейный, просто академии еще не было. Я начинал свою деятельность, вот вводя за ручку детишек маленьких с первых шагов. Главная особенность – работать с малышами. В чем прелесть своя этой работы? Ну, это очень сложно. Вот поверьте мне, вот работать вот с малышами, ставить их правильно, грамотно на ноги – это очень сложная работа, прям реально очень сложная. Видите, на каждом этапе свои сложности. С маленькими, ну, действительно, донести до них, чтобы они сделали правильно, очень сложно, да, из них вытащить. Более старшие, особенно подростки, у них же, понимаете, там гормоны, свои фишки. Взрослые спортсмены – это совершенно другая история. Поэтому с каждым возрастом, ну, свои сложности и тонкости. Девочки или мальчики, с кем сложнее? Вы, как говорим, про малышей? Знаете, да я не могу сказать, с кем сложнее, это все, опять же, зависит от личности. Не могу так прямо, вот такое, понимаете, клеймо там, с этими просто, нет, ну, вообще со всеми сложно. Со всеми? Это же люди, понимаете, работа с людьми, она вообще сложная. Но, с одной стороны, если ты понимаешь, что, знаете, как говорят, твой спортсмен, да, что ты с ним на одной волне, и это уже немножко облегчает. Но, опять же, и тот же самый твой спортсмен, ты все равно человек, не выспался, там, не знаю, там, в школе плохие оценки получил, мама отругала, у него нет настроения, а ты его должен как-то заставить поработать в этот момент, там, не знаю, там, с девушкой расстался, свои истории какие-то, да, там, грубо говоря, свои переживания. Мы понимаем, легко сказать, оставить свои переживания за бортом и прийти работать, а порой это все грузит, а тебе нужно из них вынимать результаты. Ну, приходится искать, поэтому с людьми сложно работать, в принципе, но очень интересно. Здесь сейчас проходит соревнование, там, спартакиада специального олимпийского комитета. У вас, кстати, часто соревнования проходят, наверное, да? Ну, да, достаточно, достаточно. Синхронное катание вот недавно было. Да, и сейчас будет на призы федерации соревнование. Ну, мы так аккуратненько заглянем, это наша главная арена. Да, на которой часто можно, вон, кстати, да, онлайн-табло. Да, здесь часто проходят соревнования. Мемориал Панина, ферменты чемпионата Санкт-Петербурга. Вот сейчас будет проходить соревнование на следующей неделе на призы федерации Санкт-Петербурга. Поэтому, да, здесь... Андрей, не планируешь случайно? Нет, нет, ну, хватит, нет. У нас сейчас выявили другие задачи уже. Кирилл Анатольевич, какая у вас циферка? Один. О, вот это да, как вы добились такого? Ну, не знаю, так исторически сложилось. Номер один в академии группа Кирилл Анатольевич Доводенко. Ну, видите, как раз вот у нас, видите, сегодня вот стоит вот СОК, специальный ютуберский комитет, то, что вы видели. Вот дальше уже у нас начинаются вот тренировки для участников и сами все российские соревнования на призы федерации Санкт-Петербурга. Поэтому, конечно, у нас на этой неделе очень много времени ушло под соревнования и меньше времени именно под тренировки. Да, и вот, соответственно, тренировочный каток, где мы сегодня были. Это, где мы сейчас снимали, да. Вот главная арена, где сейчас проходят соревнования. Парадис, синхронное катание у нас по ночам тренируется. Ну, они более вечером, но я говорю, сейчас это нестандартное расписание. Почему? Потому что вы видите, сколько времени занято под соревнования. Поэтому, конечно, когда нет соревнований, эта картинка меняется. Ну, да. Не так сильно вечер задействован. Ну, конечно, да. Вот здесь Парадис, да, трехкратные чемпионы мира, между прочим-то. Надо про них тоже будет фильм сделать. Вот наши комбайны. А, вот, да, смотри. Заливочные машины. Вот там комбайн, тут комбайн. Что-то вот ремонтируют. Что-то делают. Вот еще, видимо, уже списанный. Ну, где-то электрический, а это бензиновый. Это уже доисторического материализма комбайн. Выглядит все равно внушительно. Ну, да. Такой на улице кофта новая, что ли? Сейчас в Телеграме очень интересная группа. Как раз вот ваша помощница записывала кругляшок. Называется «Доводенко Бэнд». Мне кажется, это не случайно, потому что ваше увлечение музыкой, как название группы звучит, да, «Доводенко Бэнд». Вот интересно, кто вот в вашу такую фигурно-музыкальную группу входит. Можете рассказать, специалисты, сколько у вас групп, сколько у вас тренеров с вами трудится. Вот представить всех. Я. Здравствуйте. Хореограф у нас Игорь Александрович Кощеев, тренеры Денис Лунин. Он занимается скольжением, занимается с Андреем лично скольжением и программами вместе с Кощеевым. Также мои в прошлом спортсмены, а ныне уже тренеры, мастера спорта Антон Шулепов, Александрина Дегтярева, они также работают со мной уже на официальной основе. А групп сколько, получается? А у нас есть старшая группа, где катаются Андрей и более молодые спортсмены, и младшая группа, где у нас есть ребята с юношескими разрядами, с спортивными разрядами. Также помогаю Великовым, прихожу к ним, помогаю с прыжками, с ребятами, с парниками, работаю. Антон Шулепов, насколько давно, недавно он еще занимался как спортсмен? Сколько давно он перешел на тренера Скорбута? С этого года на чемпионате России в Челябинске попал даже, можно сказать, в сборную. Просто он не попал в плане того, что он закончил, но он был шестой на чемпионате России тогда. И на этом он уже решил закончить. Но мы с ним это обсуждали. Он понимал, что он хочет тренировать. Соответственно, вот таким образом он... Почему он решил заканчивать все-таки травмы? Ну, много разных причин. Но это его, я могу сказать, одно, что это его взвешенное решение. И, соответственно, я был только рад. Потому что, понимаете, когда ты берешь себе в команду молодых, амбициозных ребят, которые тренировались под твоим началом, и они, можно сказать, впитали, как спортсмены, твои идеи, твою философию, понятно, конечно, им еще много-много-много чему учиться, как и мне. Но все равно они это впитали, да, и мне проще им давать этот вектор, направление, потому что у них уже какая-то база в голове сложилась. Ну и, конечно, все равно молодые, если у тебя есть желание тренировать, все равно у них много энергетики в силу юного возраста. Ну и, соответственно, я рад, что они решили работать. Антон, ну расскажи, как ты стал тренером у Кирилла Анатольевича? Вот эту вот историю, если можно? Ну, на самом деле, когда я к Кириллу Анатольевичу пришел, мы уже обсуждали это, что в будущем я буду работать в его команде. Так и получилось в целом. В прошлом сезоне был неплохой чемпионат России, да, топ-6, но в итоге пришлось завязывать, да. Почему случилось, почему решил приостановить выступление? Ну, это новый уровень. Не то, что завязать, это новый уровень просто. Наверное, сделал все, что возможно, и были травмы всякие разные, там, связки рвал. Тяжелый был сезон, все наложилось. То есть все-таки травмы повлияли? Ну, отчасти, да, и травмы, и все-таки новый уровень вырос уже. Ну, мне кажется, тебе же не так много лет, чтобы, ну, как бы можно было выступать. Достаточно, чтобы начать тренировать. Да? Так скажем. Ну, то есть ты давно уже хотел стать тренером? Ну, с детства хотел тренером стать, конечно. Расскажи, ты с Андреем работаешь? Не прям, чтобы работаю, но помогаю. Как вот твоя, скажем так, вот эта помощь, в чем она в основном заключается? Кирилл Анатольевич попросит, в общем-то, все. Если что-то я вижу, какие-то вещи подсказываю. Меня спрашивают, как я Андрею помогаю. Я просто, у меня спросили, работаю ли я с ними, я говорю, я им помогаю. Да, чеканьки завязывают иногда. Чехлы снимают. Да, хорошо. Ну, а какие вот у тебя есть какие-то уже ученики, которых только ты ведешь? Не, ну, у нас командная работа. Командная работа. То есть, все общее. За все ошибки их отмечаю я. Кирилл Анатольевич так на камеру говорит. Ну, ошибки отвечает он, но получаем мы. Вот так скажем. Да нет, ну, команда работа, правда. Каждый не обделен вниманием, так сказать. У каждого свои косяки. В чем уникальность Андрея Мазалева? Я думаю, что он терпит. Потому что у нас мало кто может терпеть вообще в России спортсмена. Терпеливость самое главное. Потому что помимо каких-то его качеств, там, катания, прыжки, это же все с трудом. Все это труд. Поэтому я думаю, что уникальность это то, что он терпит. Молодец. Какие у тебя личные планы, цели, желания в будущем? Ну, вот к чему, может быть, стремишься? Я когда начал кататься, меня никто не знал. Я катался 21 год в спорте. И уже ближе к концу появились свои фанаты. И знакомых много появилось. Ну, и, в принципе, люди многие меня знают. Вот я думаю, в тренерстве сейчас то же самое. То есть я начинаю сначала. Также нужно научиться всему. Как новая дорога получается. Ну, и это, я так понимаю, на долгие годы. Да. Когда я к нему уже пришел, я уже, ну, такой, достаточно большой был. Уже ошибок было много наделано разным. Все это было исправлять сложно. Как-то мы изначально уже говорили о том, что будем работать вместе. Ну, то есть, я понимаю, в 17 лет уже было примерно понимание, что... Я когда катался на чемпионате России, я уже понимал, что это мой последний старт вообще. То есть я реально ехал. Была дорожка шагов последняя, ну, предпоследняя, последнее вращение было. Я уже на середине дорожки перематывал всю свою жизнь. Вообще сколько все со мной произошло. На вращении меня уже вообще взорвало просто. Я уже понимаю, что все, я больше не выйду уже вот так на лед. Сейчас иногда, конечно, все равно хочется. Вот Кирилл Анатольевич когда на Олимпиаде был, я, в принципе, все свои прыжки, которые умел, собрал. Захотелось попрыгать, я все сделал, ну, в форме. Александрин, ну вот как ты перед первой познакомилась с Кириллом Анатольевичем? Я, насколько понимаю, давно уже с ним знакомы. Да, с 8 лет моих. Восемьми, мне 20. Да, то есть 12 лет, ну, так, если посчитать, получается. Ну, вот, да. Я в самом катании в обмене увидела. Я пришла, ну, на подкладку, вообще, по-моему, сама покататься что-то, по отрабатывать. А он меня увидел, подозвал, как сейчас помню. Так, можешь сделать двойный тулуп? Я такая, могу, сделала. Он такой, можешь сказать из трех двойных? Я такая, да, могу. Он такой, понятно. Потом, видимо, он с ним переговорил. И через неделю моей маме позвонили, что, а вы, вот, могли бы прийти. Вы просмотрит, когда? Конечно, могла бы. И все. Но не все было так радужно, ошибок было много, поэтому до этого начало было такое радужно. Ну, до этого, ты где-то занималась? Я занималась здесь же. Я начинала в юбилейном, вот. Но у тренера, у Кустинова Елены Клинны, которая сейчас здесь тоже, в Кадемии, в Мактане, работает. Потом я перешла в группу к Елене Михайловне, и уже туда, к Кириллу Довичу. И до сих пор тут. И вот как так получилось, что ты в итоге стала тренировать? Ну, я каталась, ну, как бы занималась, мне нравилось, набиралась каких-то успехов. И потом просто была травма. И уже когда мне было лет 18, я Кириллу помогала много. То есть я просто приходила на лед и помогала каким-то детям с прыжками в основном. И как бы даже у меня не стояло выбора, когда я поняла, что надо заканчивать, и я сразу узнала, что я буду помогать Кириллу Довичу. Я тогда еще не думала, буду я там работать, через сколько я буду работать или где. Просто я уже знала, что я буду работать в этой команде. Все, выборы не стояло. Как у вас в команде распределяются обязанности? Ты, может быть, за что-то больше, за что-то меньше? Ну, да, или просто... Ну, у нас так вот, может, получается, что с каким-то тренером... Ну, мы сейчас не берем Андрея. Андрей, это отдельная история, как бы с ним старается работать. Многие, естественно, ему больше всего внимания. Да, как бы мы говорим про молодое поколение. Как-то со спортсменом идет какой-то контакт, коннект. Тебе с ним легко, и как бы ты начинаешь работать. И в основном мы помогаем друг другу, мы занимаемся всем. И все у нас нет в таком, что ты конкретно делаешь вот это, ты конкретно делаешь вот это. Мы делаем почти все и разделяем. Я знаю, чем он занимается, Александрина. Чем? Телеграм-канал? Деваденко Бэнд. Так что вот разделение обязанностей все-таки присутствует. Ну, это единственная обязанность, которую мы разделяем. А почему ты вам точно не ведет? Я ему предлагала, но у него много есть своей работы тоже. Видимо, считаешь, что у меня хорошо получается. Так что подписываемся, ставим лайки, реакции. Я надеюсь, что когда это интервью выйдет, первые тысячи подписчиков уже точно будет. А когда посмотрите, еще тысячу. Накинем сверху. И Деваденко Бэнд будет одним из самых популярных телеграм-каналов. Будем надеяться. Все ждем. Ну, а как бы, естественно, не только я все делаю. Все, что мы выкладываем, мы обговариваем всей командой. Все в этом участвуют. Я конкретно там напишу текст, выложу видео, что-нибудь сделаю. Обсуждаем мы все. Естественно, все в курсе. И Киран Атольевич тоже принимает как бы участие в этом. Обычно он и говорит, что вот это было так нужно. Все накидывают идей, но он тоже в этом присутствует. Просто он не вкладывает посты. Это началось 7 лет назад. Я тогда переехал в Питер. Работал с танцами. И он меня заметил. Ну и пригласил с маленькими детьми просто пару раз в неделю походить. Ему позаниматься скольжением. Ну и так началось там в течение полугода. Он предложил еще к старшим ребятам приходить. Ну так постепенно. Но я так понимаю, у вас основная функция это хореография, да, здесь? Ну, хореография, скольжение, программа, да. И можете рассказать вот именно об Андрее Назелеве, кого с ним работать с точки зрения постановки программы? Потому что его, мне кажется, супер классное скольжение, которое многие отмечают и по-многому ваше заслуга. Спасибо, приятно. Работать с ним, ну, мне просто. Потому что мы с ним нашли какой-то общий язык. Контакт, ну, постановки это всегда непросто, так сказать. Но Андрей как-то и сам предлагает какие-то идеи. И, ну, получается такой коннект, что мы можем что-то вот сделать. Получается, что наши общие идеи, там и Каван Толич еще подключается, Игорь Александрович, то есть мы всем коллективам иногда быстрее получается, иногда что-то дольше, когда пытаемся найти что-то такое прям необычное. Но это всегда по-разному. А Андрей, вот в чем его главная особенность? Человек, который с ним 7 лет работает, не просто так становится чемпионами, да? Упорство, упорство и в какой-то мере спокойствие. То есть он очень спокойный? Ну, не всегда. То, что вот мы видим, то, что он там молчит, бывает такое, что он может... Может, конечно, ну, может. Ну, в основном, да, он спокойный. Игорь Анатольевич, тремя словами. Упорный, трудолюбивый, веселый. Веселый. Но про эфирнальный так никто и не сказал. Это само собой разумеющееся, да, поэтому это даже не надо называть это. Я когда общаюсь с Дмитрием, который занялся хореографией, мне всегда интересно узнать, как вот музыка... Действительно, вы слушаете музыку прям нон-стоп, 24 часа, как у вас сейчас? Как это проходит? То есть, в машине, я не знаю. В машине, дома, в наушниках, между тренировками бывает. Засыпаю иногда с музыкой, поэтому у меня... Снится музыка. Бывает, да. И потом, может быть. Ну, бывали такие идеи, но, конечно, они больше для шоу. Кирилл Анатольевич, осталось, что вы играете сами в гитаре? Ну, да, ну, так, больше для себя. Можно сказать, что это успокоит нервы, нравится это как хобби больше. То есть, не профессионально занимаюсь гитарой, но просто для себя. А, музыку написать есть? В формате, если гитары с песней нет, ну, стихи пишу. А их может где-то увидеть идея? Ну, как бы на публику я их никуда не укладываю. Тоже это, как бы, свои мысли для себя. Вряд ли на их удочке где-то сможем выйти. Ну, не знаю. Я так же кидываю удочку, чтобы, может быть, там... Может быть. За Андреем на Олимпиаде сильно переживать? Ну, естественно, я всегда за него переживаю. Вот, я думаю, получается, если... Да, я... И просыпались ночью, чтобы посмотреть. Да, я рассмотрел все, вот, иду. И все-таки вот не совсем получился старт. Что нужно делать у человека, который работает с ним? Я думаю, что, ну, во-первых, такой прям масштабный первый старт Олимпиады все-таки это всегда тяжело морально. Переволновался, очень хотел, переволновался. Ну, в следующий раз надеемся, что все будет хорошо. Конечно. Мы идем наверх в большой зал, где сейчас увидим нашего юношу, занимающегося. А у него какая-то программа своя? Ну, с ним персональный тренер занимается. А, есть тренер по ФСП? Конечно. Она, между прочим, частница Олимпийских игр, поэрлёв Катницкий, призер чемпионата Европы, его тренер. Вот здесь массажные кабинеты у нас. Здесь спортсмены получают массажи. А где наш юноша? А вот наш юноша уже бегает, видите? Вот наш юноша уже бегает. Только Владимир призер чемпионата Европы, участник Олимпийских игр. Да. Я буду тренер все. Только в легкой атлетике. Персональный тренер Андрея по ФСП. Как Андрей? Как работает? Андрей всегда работает на 100%. На ОФП, во всяком случае. Нет, ну он... Но у вас не забалуешь. Самоотдачей... Ага. А у вас забалуешь? Нет. Поэтому мы, наверное, вместе работаем. Ну, между прочим, говорю, микрофон, я не приближаюсь к человеку. Я боюсь не приближаться. Он сейчас выскочил как ошпаренный с интервью и сказал, я бегу, у меня ОФП через минуту. Ну, он прибежал, он прям бегом бежал. Да, вот Ольга Владимировна, видите, как дисциплина. Да, и что забавно, что он посмотрел, что 5 минут осталось. Он говорит, что вот 5 минут до ОФП, и он прям ровно-ровно, минута в минуту. А как вообще вы с ним работаете? То есть какая-то... Ну, пишите программу ему, да? И он уже, типа, сам больше? Ну, нет, программа, он у меня составляется на неделю максимум. И то, исходя из многих всяких моментов его состояния, каких-то нюансов, там, не знаю, прокатов, не прокатов, там, вот соревнования, это понятно. Ну, он сам занимается, а Ольга Владимировна с ним занимается. Да, нет, он сам... Но за ним все равно нужно смотреть, чтобы он... Нет, это просто называется профессиональный подход. Он может самостоятельно кросс побегать. И то по времени, которое ему расписано будет. Примерно какие упражнения входят? У нас есть конкретно блоки, там, прыжковой подготовки, функциональной, там, выносливости. Это блоками работа такая. Это не то, что под него, это вообще для всех так, но под него конкретно тоже пишется отдельно план на каждую неделю. И то, опять-таки, я могу все откорректировать, если он придет, скажет, я умер. Допустим, уже на льду, или там, вчера умер, все. Чаще всего он умирает после ОФП. То есть ОФП для него сложнее, чем лед? Ну, лед, потому что лед, наверное, у него постоянно, every day в течение всего года, да, а ОФП все-таки нет. А тем более такое, как сейчас, когда все, сезон закончен, ну, соревновательный, да, то есть и подготовка к новому, и сейчас нужно по полной программе, так сказать, использовать это время по максимуму. Поэтому вот из него выжимаешься. Вот сейчас конкретно такая у него тяжеленькая тренировка или легкая? Нет, сегодня ни легкая, ни тяжелая. Сегодня нормальная, такая оптимальная, так сказать, тренировка, чтобы он выжил в следующий лед и завтра тоже был в строю. А вот среда и суббота у него после ОФП льда нет, и поэтому... Поэтому уже там берем и по полной. Футбольные ворота убрали? Да, слава богу. Жестко? Я очень рада. Рада? Почему? Конечно. Потому что хватает колец, и, знаете, когда работаешь здесь с утра до вечера, стук мяча, он уже просто, как это, как нервный тик. Ну и плюс это небезопасно. Это же, как это, кто здесь отвечает за детей, которые, ну, здесь находятся, играют в мяч, или там, если кто-то вдруг травмируется, что случаи у нас были тут, будет отвечать тот тренер, который здесь находится в данный момент, даже если это не его ученики. Смотрели выступление Андрея на Чпать Европы, на Олимпиаде? Конечно, еще бы, конечно. Сильно переживаете за него? Конечно. Ну, не то, что прям переживаю, но болею, да, на все сто процентов, конечно. Я прям за него. Ну, я вообще за всех наших, но за него особенно, ну, потому что, ну, потому что. А вы работаете здесь, кроме Андрея, еще с... Да, все синхронники подо мной. С них, собственно, я и начала. Андрей в том году ко мне добавился. Ну, и, в принципе, с детьми, да, с одиночниками в основном. От самого и до бесконечности. Ну, вы, как Кирилл Анатольевич правильно представил, не из фигурного катания. Я не из фигурного катания. Как вообще вот особенность фигуристов? В чем вот именно в плане работы с ними? Есть какая-то... Конечно, у них есть свои нюансы, естественно. Но в целом, в целом, это такой же вид спорта, как и все, да, такие, ну, сложно-технические, координационные моменты. И укреплять их нужно со всех сторон, по полной программе. Все, у вас красные тетухи. Спасибо. Спасибо. Много? Ну, еще на ноге есть, там, тут. Ну, и все. А, ну, сколько получается всего в сумме? Два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь. Ну, поехали. Значит, с ноги на ногу. Два раза. Через ходьбу. Все спокойно. Вспоминай, как мы прыгаем. Пятку. С пятки, да, ставим ногу. Самое главное. Делай два шага подбега. Набирай скорость. Значит, в момент хочется повыше бедро вперед. Вот, и смотри, стопу снимаешь вот в таком положении. Мне надо, чтобы она разогнулась. С пятки, с пятки ставь. Не щади их. Так нет, с пятки прям ставь, с пятки. А то ты вот так вот, на пол, ну, типа вот, на подушке ставишь. Это прям явно видно. А ты с пятки мне поставь ее и перейди на всю стопу до конца. Еще выше выталкивайся. Молодец. Давай-ка, покажи мне. Двадцать, мы вставим. Легко. Значит, встал так же. Один оборот, один оборот. Запрыгнул, отскок. Давай, точка. Точка. И оп. Оп, и сразу. Вот, еще быстрее. То есть, ладно, делаешь тур-тур, окей. Вот, ты пришел и сразу запрыгивай. То есть, не думай. Попробуй, если... Сейчас вот корректируем. Ну, так все, ты понимаешь. Тын-тын-тын. Молодец. Хорошо, молодец. Это все потому, что камера... Жусь, ну, брат, знаешь что, как это, мотивирует. Все? Пять. У Андрея была травма, и в одном из интервью вы рассказали, что у него был нарост на ноге, и он об этом вам не говорил. А Андрей вот такой, он вообще молчун в этом плане. Он лишнего не скажет. То есть, если Андрей говорит, что это болит, значит, я понимаю, что уже болит прям капитально. И, как бы, с одной стороны, хорошо, что спортсмен терпеливый, с другой стороны, ну, нужно заранее об этом сигнализировать, чтобы понимать какие-то, предпринимать решения. Ну, просто, когда я уже узнал, уже была настолько большая вот эта вот нарост, вот эта шишка на косточке, что кроме как операции, по-другому никак. И, конечно, мы тогда вот начали сезон-то хорошо, он на прокатах проехал с четверным флипом, потом на стартах показывал четверный флип, ну, включая еще свои остальные прыжки. А потом эта штука все увеличивалась, соответственно, мешало хорошо тренироваться, эффективно. То есть, понимаете, ботинок же он жесткий, он все время давит на левой ноге, и ты тоже сама акси начинаешь нажимать в ногу, у тебя боль возникает. И, конечно, мы тренировались так очень и в щадящем режиме, и не получали должного объема, который необходим для того, чтобы, ну, вкатать эти программы. И я понимал, что уже, ну, надо, ну, ты потерпи, надо сезон закончить, нужно попасть в сборную, а дальше уже будем оперироваться. Вы это узнали случайно или он все-таки сам сказал? Не помню. Вот, честно, врать не помню, именно как я узнал, но вот не буду врать. Ну, сам факт, что узнал, и мы поняли, что от врачей, что просто там компрессами, примочками и так далее, не, он делал постоянно все это, ну, просто вот компрессами не обойтись, что это им нужно оперативное вмешательство. То есть по тренировкам было заметно, что что-то... Ну, конечно, да, вот мы вошли в начинку, при том, что это же было после пандемии, по-моему, если не ошибаюсь. Да, после пандемии, мы же два месяца вообще не катались. Зато мы занимались, вот я рассказывал, в парке, с Антоном и с Андреем мы занимались в парке ОФП. То есть они были очень хорошо физически готовы. Вот эти два месяца ОФП на свежем воздухе. Ну, вот, потом дали лед, поехали в Новогорск. Да, и за счет этой хорошей физической базы, и мы как-то все-таки продержались часть сезона. Ну, нельзя же только на старых дрожжах, когда на старом багаже кататься-то. Нужно же подпитывать, а подпитывать, я говорю, объем не можем получить нужный. Ну, и вот как следствие пошло снижение нагрузок, пошло снижение результата. Ну, я говорю, что задача сейчас попасть в сборную, потом прооперируемся, а после операции месяц. Месяц вообще не кататься. А потом очень-очень-очень дозированно. То есть, представляете, насколько мы просели во временном промежутке. Ну, вот есть у вас понимание, как долго он от вас вот это скрывал? Ну, не один месяц точно. Вот новые ботинки как надел, видимо, что-то ему пошло не так. Я видел, что он все время что-то там поправляет, подправляет. Обычно, знаете, как сел и поехал в машину, говорят, да, когда у тебя все удобно за рулем. То есть, ты понимаешь автомобиль, эргономику. Сел и поехал. А я смотрю, он все время что-то поправляет, все время что-то перешнуровывает. Он не из тех, чтобы там, знаете, перешнуровать, там, похалявить, как говорится. Вот. Ну, я что-то стал, видимо, какие-то наводящие вопросы, пошло-поехал и потом узнал. Какой-то разговор с ним провели, наверное, все. Ну, конечно, я всегда говорю, что не надо терпеть, надо... Нет, терпеть надо, но не в этом смысле. Вы понимаете, что я имею в виду. Нужно вовремя сигнализировать и пытаться какие-то профилактические меры принимать. Ну, уже случилось так. Ну, и плюс, видите, вот у нас из-за травмы, из-за операции отсрочка была. И плюс они у меня с Антоном ковидом заболели летом в Сочи на сборах. В жару в такой, они там с температурой под 40. Ну, это было, конечно... Смотрите, в такой жару еще, и там они там под кондиционером жили в номере. Они жили вместе. Вот. Ну, Антон уже тренером был, а Андрей спортсменом. Ну, они как-то очень хорошо общаются. Наоборот, даже скучно по отдельности месяц жить. Они вместе жили. Ну, Антон заболел, ну, а следом за ним и Андрей. Ну, вот он неделю прямо с высоченной температурой. И потом, я помню, когда он первую тренировку вышел, он круг делает и все, и вздыхает. Просто круг проедет и вздыхает. Настолько, видимо, по функционалу это ударило, да. И еще 2-3 недели, пока вот это все вот его раздышали. Я помню, мы, ну, когда уже начали чуть-чуть на функционалке работать, поехали два макета. Ну, сначала по одному макету, потом два макета программы, поехали. И он второй макет едет. Я Денису говорю, все, вырубай музыку, он аж белый. А Андрей показывает, не вырубать, не выключать музыку. Он доехал, померили пульс и что-то ужаснулись немножко. Я сейчас тоже врать не буду, но высоко, высоко. Но мы все время после прокатов смотрим пульс, восстановление. Я говорю, я повижу по признакам, по первичному. Я говорю, Денис, все, останавливаю. Говорит, это же упертый? Нет, доеду. Мы ждали задачу, он делает. Как ты узнал, что ты едешь на Олимпиаду? Вот ты откатываешь, вот давай так, я поставлю вопрос. Ты откатываешь на чемпионате Европы, занимаешь четвертое место. Ты понимаешь уже, что, скорее всего, ты поедешь на тот момент? Ну, я предполагал, что, скорее всего, я поеду. Но все-таки ждал результаты от федерации, их последнее слово. Продолжал готовиться, как приехал, все, я сразу понимал, что есть шанс поехать и плодотворно готовился. Помнишь тот момент, когда ты узнал, что ты поедешь в итоге на Олимпиаду? Ну, да, это было тоже дома. И узнал, что мама сказала это. То есть она новости прочитала? Да, ну, я редко новости читаю. Вот, а она часто сидит где-то, мониторит. Вот, и сказал, что федерация утвердила, что я поеду. Ну, конечно, я был рад, все были рады. Все-таки это Олимпийские игры. Помните момент, когда все-таки вам сказали, вот едете на Олимпиаду? Как тогда воспринял такую новость? Воспринял позитивно, но уже, знаете, настолько, видимо, вот, нервная система включила механизм защиты, что третьи стали на России. Ну, третье место, вы знаете, оно обсуждаемое. Видимо, из-за того, что у Андрея, конечно, вот эта вот та часть сезона была совсем не айс, по причинам, которые я назвал. Да, соответственно, решили не в нашу пользу. Но я сказал Андрею, ты готовься в любом случае. То есть мы чемпионат России закончили, я сказал, мы готовимся. Мы готовимся. Это первозапасной. Такая опция. То есть, как бы, едешь-не едешь, но должен быть в форме. Ну, и потом нам позвонили из Федерации буквально за день до отъезда. Вот, я говорю, видишь, я был прав, что надо было готовиться. Ну, Европе-то он короткую, как хорошо откатал. Произвольно, видимо, тоже вот по голове то, что борется с олимпийской путевкой. Вот эти вот американские горки, конечно, к сожалению, не дало катания, взобраться на пьедестал. Ну, уже после Европы было понятно? Ну, было понятно, но я такой человек, ну, как понимание было. Но я вот такой человек все равно, пока я вот на бумаге не увижу. На официальном сайте Федерации фигурного катания. Да, пока я на бумаге не увижу все, что ты в списке, все равно, конечно, такое волнение присутствует. У нас и включили тогда сразу же список на экипировку, мы съездили, экипировались, вот именно в эту вот одежду, да. Но все равно ждал, как мы говорим, билетов, да, вот когда билеты на руках, уже другое немножечко. Да, сначала в Красноярск, потом ты приехал на Олимпиаду, условия очень необычные. Какие вот впечатления именно об обстановке от Олимпийской деревни? Чувствовался все-таки праздник этот или нет? В Олимпийской деревне чувствовался. Вот, сначала, как мы прилетели в аэропорт, там, получается, целый, так сказать, корпус под нас выйдет, там большой аэропорт и просто пустой. Мы одни там, вот, и это там был такой противный тест сначала. Ой, я тоже здесь приезжал, прямо будет до мозга засовывать. Я вообще в шоке, все там были в шоке, вот, потом эти автобусы, у них, получается, автобусы там такие грязные. Ну, это не грязь, но мне сказали, что вот они обрабатывают чем-то, и это такой осадок дает, вот. Но все равно какие-то ощущения странные были. В Олимпийскую деревню мы приезжаем, там, конечно, все закрыто. Сначала проверяли все. Мне даже вытащили, у меня были маникюрный наборчик с собой, вот, и мне сказали, что нельзя сначала. Маникюрный наборчик нельзя. Вот, потом вроде, что они там с кем-то поговорили, еще и пропустили. Да, ну, то есть, первое, когда ты приехал, это была мысль о том, блин, куда я попал, это точно Олимпиада. Да, очень странные впечатления были сначала. А в Олимпийской деревне чем занимался? В свободное время какое-то было? Стоял в очереди за бинь-дунь-дунями? Это тоже, но ближе уже под конец, наверное, или после даже стартов мы этим занимались, потому что все-таки дома больше настраивались как-то на старт. У нас, получается, в одно время тренировки были с Марком, с Женьем. И вот мы приезжали, гуляли, еще что-нибудь. У нас были карты СМВ, играли в карты очень часто, каждый день. Кто выиграл? Да, все. Все выиграли? Да. Олимпиады отличаются не только, ну, что там все в этом помещении, но рано очень соревнования. В 5 утра, у вас, по-моему, тренировки были, да? В 6 утра. В 6 утра? В 6, да. Поскольку ты вставал, получается? Я вставал где-то в 4. Я ложился? Ложился где-то около 9. А, ну тебе нормально получалось поспать, потому что Марк рассказывал, что он там буквально пару часов спал. Нет, я более-менее еще был. То есть на соревнованиях ты был в этот... Ну, не сон, не точно. Вы рассказывали, что вы не в олимпийской деревне жили. Нет, многие тренеры, не только русские, жили не в олимпийской деревне. Я так понимаю, что есть определенное количество квот для... Андрей, естественно, деревне жил. Андрей, да. Андрей в деревне жил. Мы жили в гостинице. Ну, вот, не очень удобно было с трансфером, что нужно было ехать до деревни, пересаживаться, и у деревни на каток. Конечно, дорога занимала достаточное время, но вот спасибо Этере Тутберидзе, она договорилась насчет транспорта, и мы там в нашей группе писали, у кого во сколько тренировок, у во сколько желательно машину. То есть, чтобы мы понимали всю эту ситуацию, тренировка, допустим, в 5 утра, да, были? Ну, в 5 утра это были уже дни соревнований. А, вот, допустим, до того, как у вас трансфер прямой появился, сколько вы тратили на дорогу? Ну, минут 20, наверное, до Олимпийской деревни, потом пешочком пройти сквозь всю деревню, и еще порядка получаса, там, 25-30 минут до катка. А после того, как Этере Георгиевну помогла? Напрямую. Ну, то есть, получается, грубо говоря, ты едешь до деревни, ты туда, а так ты можешь ехать вот так. Это от деревни он ходил намного чаще на каток, а из гостиницы автобус ходил раз в час. И то есть, ты приезжаешь, не то, что ты пересел, а ты можешь приехать, либо, если ты уедешь на более позднем автобусе, то ты можешь опоздать на последующий, либо, если ты едешь на более раннем автобусе, там, ну, ждешь, а, знаете, там, в 5 утра-то так вот, там, гулять по деревне, ну, лучше поспать это время. Сейчас ты, наверное, проанализировал все и так далее, а какие вот, что в итоге случилось на Олимпиаде, как кажется, на твой взгляд? Скажу, что, наверное, было не в лучшей форме тогда, не знаю, из-за чего, из-за перелета, из-за времени. На самих соревнованиях было тяжело утром катать, еще вроде ты сам проснулся, но тело твое еще не проснулось, и было очень тяжко. Ну, условно говоря, ты же, наверное, на чемпионат мира среди юниоров, там, выступал, там, гран-при. Ты к вечеру как-то быстро, ну, потихонечку, там, потренировался днем, постепенно настроился, а здесь, наверное, этого времени не хватило, да? Здесь еще такое было, что я приехал, и, конечно, от этого всего масштаба, от Олимпийской деревни, от всего, у меня просто такая голова была. Я был там где-то, летал, и было, ну, то есть, в начале самом, было сложно собраться еще на тренировку, потому что, там, много чего нового еще. Олимпийские кольца увидел, да? Конечно, было сложновато. Ну, в общем-то, просто, наверное, может быть, где-то перегорел, да? Ну, да, не, я был достаточно спокоен, но выходил, все-таки, это Олимпийские игры. Пытался удовольствие получать. А если волнение сравнивать, где больше было, например, на Чемпионате России предолимпийском, на Чемпионате Европы или на Олимпиаде, по ощущениям, можешь сравнить? Вот, произвольная программа на Чемпионате Европы была. Больше всего волновался там. Все-таки там был у меня отбор на Олимпийские игры. А на Чемпионате я был очень, ну, как-то спокойно подошел к этому, что, ну, если не попаду, значит, на судьбу. Вот, в результате попал. Ну, и на Чемпионате, поэтому я очень спокойно выходил, и даже почти все получилось. На Чемпионате Европы короткую тоже достаточно спокойно, вот, когда уже произвольная, и еще первую с короткой. Вот, и хотелось, конечно, остаться в тройке, и ты, наверное, переволновался там немножко. У тебя есть малая медаль с Чемпионата Европы? Как ее, ну, расцениваешь, как отдельное достижение? Ну, все равно, не оцениваю. Это как половинка. Бонус всего лишь, да? Все обсуждали болельщики, и мне тоже писали. Очень много японские фанаты после, не помню, после короткой или после произвольной, писали, что ты якобы, да, после короткой, я вспомнил, да, что ты якобы что-то поменял, там, испортил для Юдзуру. Вот как ты на это все смотрел? Это я тоже узнал от кого-то, по-моему, девочки первые сказали, вот, не помню, Аня, по-моему. Я вообще до этого не знал, оказывается, они там писали мне в институте. А я не заходил после короткой, вообще, ну, как-то настроения не было еще, не хотелось ничего смотреть. Они, оказывается, там писали, оказывается, я что-то там даже делал, блокировал комментарии. Я, не знаю, я посмеялся над этим, просто как так можно подумать. Подожди, ну, комментарии не ты закрывал? Нет. А у тебя кто-то помогает вести? Только я. Просто говорили, что у тебя комментарии будут закрыты. Не знаю, может, там и закрыл. Может, он понял, что. Ну, и, естественно, как бы все эти домысли, там, ну, что ты что-то оставил, это как бы бред. Да. А как думаешь, почему они вообще подумали так? Ты что-то там особенное делал? Нет, я вообще не знаю, с чего они это взяли. Но тебя это не трогает? Или все-таки может? Вообще все равно было. Вообще все равно, что. Я уже привык, что люди много что говорят, и просто не нужно слушать. А было такое, что, может быть, когда-то в начале карьеры обращал внимание? Может, в начале, да. На что-то я обращал. Сейчас уже меньше обращаю. Просто делаю свое дело. Андрею досталось от японских фанатов. Знаете это? Ой, конечно знаю. Ну, я его тогда спросил, ты в директ, он закрыл комментарий там. Ой, это вообще глупость. Это вообще глупость несусветная. Ханю попал вслед. Он сам сказал там, он сказал, что попал вслед. Андрей в этом месте даже не прыгал. Он в этом месте проезжает транзитом, грубо говоря. И была шестиминутка. И перед Андреем был еще один спортсмен, потом был Андрей, потом был Ханю. И, конечно, именно Андрей оставил вот на льду какой-то след, чтобы вот... Ну, вы же понимаете, все, что относится с фанатизмом, оно порой нездоровое. Слово фанатизм, оно порой бывает, заходит за рамки разума. Ну, а также и Андрею в директ писали те же самые японские болельщики. Ну, вот не те же самые, а другие японские болельщики, которые, наоборот, со словами поддержки. У нас, например, есть в соцсетях группы, которые именно японских болельщиков, которые поддерживают. Ну, разные бывают, понимаете, люди с какими-то своими приколами. Понятно, что он там не делает даже этот прыжок и так далее. Но ваше мнение, почему они так вообще подумали? Откуда это взялось? Ну, потому что, видимо, Андрей непосредственно перед Ханей выступал. Ну, наверное, нашли крайнего. Ну, то есть единственная причина адекватная, реальная, то, что вот он выступал перед Ханей. Ну, это вообще неадекватная причина, в принципе. Ну, потому что были случаи у спортсменов, когда они действительно попадали в чужой след. И от этого никто не застрахован. И элемент исполнялся не так качественно, как хотелось бы. Были случаи такие неоднократно. Ну, во-первых, здесь и не было, я объяснил, почему. Во-вторых, ну, я вам объяснил, что такое фанатизм. Выступление на Олимпиаде, что в итоге, по-вашему? Ну, это вопрос психологический, конечно, но не физический, потому что он физически, технически был готов. Ну, вот что-то именно не хватило, именно психологическая психология сработала. Вы, когда Андрей выходит, вы уже столько с ним лет занимаетесь, уже больше 10 лет. По стартовой позе понятно, какой сейчас будет прокат? По глазам? Плюс-минус, да. На Олимпиаде, понимали? Ну, я видел, я даже, когда настраивал, видел, что я прям пытался его так, ну, зарядить. Ну, да, наверное, что вот не было такого прямо вот внутреннего, не то, что не было, вот сложно сейчас сказать, понимаете, это же такое тоже, это же такие все флешбеки, такие, знаете, они как в голове. Да, я не могу сказать, что он там был прямо вот в идеальном состоянии, но пытался его все время как-то бодрить. А как вы бы описали, вот, то, что вы видели, то, что вы с ним общались, он что-то потерялся, какие-то лишние мысли, понятно, что вы можете к нему в голову залезть? Нет, ну, я про мысли точно не могу сказать. Ну, понятно, что лишние мысли наверняка были, понятно. Какие он, я говорю, он так вот прям такими, со всеми тонкостями не делится, вот, со всеми такими глубинными переживаниями. Ну, по сравнению, опять же, с другими соревнованиями, конечно, я не видел вот того, что бы хотел увидеть. Ну, вот, опять же, я говорю, свои нюансы, они на уровне вот ощущений, да, на уровне ощущений, да, вот, ну, вот, бывает, ты ощущаешь человека, ты не можешь там словами описать, что, ну, просто ощущаешь то, что знаешь человека давно. Угу, и вот он встает в стартовую позу, и какие-то, может, проскакивают мысли, что вот что-то не так может быть. Да нет, я стараюсь, вот, все негативное я стараюсь всегда гнать из головы, то есть я не, там, а что будет, а вот, а упадет, а не упадет. Нет, я просто сфокусирован на спортсмене и стараюсь, я не вижу, когда человек, мой спортсмен катает, я не вижу, что вокруг происходит, кто рядом со мной стоит, там, кто сзади пробежал, там, то есть я максимально сконцентрирован на человеке. Я во время проката не стою там, ой, лишь бы не упал там, ой, нет, такого нет у меня, просто я сконцентрирован и стараюсь позитивную мысль, позитивную энергию посылать спортсменам. Ну, я тоже был в Пекине, постепроизвольная программа, да, да, это приятно, постепроизвольная программа Андрей не вышел к журналистам. Да. Что там было, он как, себя плохо почувствовал? Да, плохо почувствовал, мы там пошли, там же, помните, такой очень коридор был, то ли, видимо, вот этот стресс, плюс ранние соревнования, что, я говорю, мы же выступали в первый раз тогда, соответственно, и все вместе, видимо, что-то так вот с ним по здоровью не очень было. И мы уже пошли минуя эти коридоры, он мне такой говорит, пойдемте, выйдем на улицу, не очень мне. А когда Андрей, я говорю, начинает говорить, что-то не очень, я понимаю, что это совсем не очень, потому что он не жалуется. Мы, главное, ну, пошли быстренько мимо журналистов, я говорю, все, потом, потом. Ну, какой сейчас, да, не до журналистов в этот момент. Там от раздевалок был направо, более короткая дорога, куда вывозили эстонского мальчика, вот, Сашу Селевко, который руку-то себе вывихнул на тренировке. Я видел, что там есть дверь, и туда его как раз на каталке вывозили с тренировки. И я туда с ним пошел, там стоят эти вот все секьюрити, там, как назвать правильно. Волонтеры. Волонтеры, я по-английски, они еще по-английски, вы же помните, говорят, очень безобразно. Я говорю, пожалуйста, у меня спортсмен в коньках в костюме, я говорю, выпустите, подышать. Типа нельзя здесь. Я говорю, да откройте дверь, воздух, а человек углотнуть. Они говорят, нельзя, и точка. И мы пошли вот обратно по коридору, вот уже через основной выход. Они говорят, мне там толпы, там, ну, не толпы, там, все равно же Лиуди ходят. Ну, все, вывели его потом. Коридоры, смысл, где спортсмены, да, тоже? Ну, естественно, да. То есть, это просто один путь был более короткий. А мне нельзя, и точка. Я говорю, да человеку плохо. Я им по-английски, слава богу, Владею, я им по-английски. Говорю, человеку плохо, дайте воздухом подышать. Вот. Ну, мы пошли, я сразу же нашего врача захватил, он ему на шатырем. Андрей посидел, понюхал на шатырь, ну, пришел в себя. Ну, то есть, а в тот момент, когда шлиф по коридору не было? Нет, он в обморок не падал, в обморок не падал, просто, ну, я его держал под руку, все равно, на всякий случай. Хрен его знает, не дай бог, упадет. Я его так крепко взял под руку, и мы с ним пошли. Как вообще психологически он после Олимпиады сильно пережил? Да нормально. Не переживал? Ну, я не буду такими, знаете, категориями мерить, переживал, не переживал, больно, не больно, да? Есть внутри какие-то более оттенки. Ну, если просто так вот рассказать, что он чувствовал? Нет, ну, это лучше у него спросить. Ну, я спрошу, конечно, да. Лучше у него спросить, ну, конечно, переживания были, и все, но, опять же, я говорю, это опыт. Знаете, каждому человеку нужно пройти свой опыт. Вот у него такой опыт, у другого спортсмена такой опыт. Каждый человек должен прожить свою жизнь, пройти свой опыт. Это просто часть его жизни, часть его опыта, который он получает, делает выводы, там, ну, и так далее. Вы же тоже, наверняка, небезупречно в жизни часто наступали на какие-то грабли, но понимали, что это... И в том числе бывает, что пишут что-то негативное, ну, в том числе и мне тоже пишут, бывает. И на Олимпиаде все-таки, ну, будет неправда сказать, что Андрея не критиковали. Критиковали, конечно. Как вы относились к всяким разным комментариям, в том числе и от публичных людей, которые... Ну, никак, ну, слушайте, ну, говорят и говорят, ну, а что от этого мы изменили? Ну, сказал человек, что, ну, я стараюсь как-то вот... Понимаете, я и так понимаю, что мы то сделали, что мы не то сделали, я прекрасно понимаю, ну, что я должен теперь за валидолом идти после каждого высказывания публичного человека. Мы не раздолбаем, Андрей, не раздолбай. Он готовился, он был действительно в хорошей форме. Да, я понимаю, что вы скажете по ответу. Так получилось. Нет, конечно, не так получилось. Твое выступление на Олимпиаде – это... И вот как бы ты одним словом, может быть, охарактеризовал и раскрыл это. Мое выступление на Олимпиаде – это... Это плохой прокат. Это плохой прокат. Да, ну, что еще сказать. Давай так, если бы, допустим, ты вернулся назад в прошлое, ты бы что-то сделал по-другому? Конечно, я бы чисто две программы открытого. В плане подготовки там или, не знаю, настроек какого-то или это... Ничего... Я думаю, поменял бы что-то точно. Были ли какие-то мысли или шансы, что ты можешь в теории командники выступить? Теории были. Мы все там сидели, как Мигов, как и с Женькой, там. И девочки тоже как... Вдруг, ну, должны же поменять, а на кого, и... Сидели-сидели. Потом такие, никого не меняют, и все вообще расстроились. Ты тоже, да, все-таки были какие-то... Ну, надежды... Да, надежды были, так сказать. Отлично, отлично. Ну так ты летишь в такой позиции в воздухе. Ух уж эти мальчики. Мальчику надо рожаться сразу в 18 лет уже, хотя бы с дипломом о среднем образовании. Раньше с этими мальчиками. Макс, так тихонечко упал. Аж борт рухнул. Материца, его в этом время снимали. Я говорю, а ты себя как видишь, что нормально? Знаешь, или мы загадки, с когтями они птица, летит и матерись. Я говорю, ну, это просто хорошо, папа посмотрит. Электричный столбас, пожалуйста. Я так из внешней говорили, он это спрашивал. А я ему говорю, что вы спрашиваете? Я вообще не об этом спрашиваю. Антон, а можно на удочку посмотреть? Я никогда не видел ее близко. Вау. Вот так вот. Мастер рыбной ловной, мастер. Тяжело держать фигуриста? Смотря как они работают. Они прыгают, а нет? Андрея тяжело? Андрея мы не брали. А. Андрея не надо. У Антона позвоночник провалится в крусы, если Андрея будет цыгать. Нет, у него же свои задачи. Раньше Андрей на уличке работал, но не с Антона. На Кубке Первого канала была такая история, что ты в прыжковом турнире, на тебе был самый последний, самый решающий прыжок. Можешь вспомнить в этот момент? Ну, я вообще люблю и выступать последним, и прыгать тоже на прыжковом фестивале. Мы решили просто, Макар, Аня и я, вот, и они решили, что я буду последним. Ну, а я вот, а я люблю последним просто. Я согласился с этим. Вот. Люблю, когда вот это волнение, оно еще, ну, как сказать, подстегивает. Еще, да, оно подстегивает так, и заставляет еще лучше собираться. Не ты сказал, давайте я к последним, а ребята сами предложили. Ну, да, я согласился. А вот эти вот тройка, когда, ну, те люди, которые участвуют в финальном, получается, батле, там же только три человека участвовали. Ты сам просился туда? Мы вообще не ожидали, что будет этот финальный. Мы думали, что мы уже выиграли. Поэтому уже все, так, уже все коньки сняли, куда-то ушли. Вот. И стоял только я в коньках, Макар и Аня. И затем мы в трое вышли, потому что мы единственные были готовы. И все равно победили. Блин, классно. Сделай мне после подпрыжки вот это начало, там дальше вот это вот, все как-то куца. Я не понимаю, что там по рукам. Сделай наоборот. От себя вместе с ногой, чтобы это было пошире. Так не видно. Вот это будет ярче. А так это не видно, как будто ты что-то к себе прижимаешь. Какой Айкос вы курите? Да, мне уже это самое. Да не курю уже Айкос. Не курю. Все. Мне жена уже даже отправила этот вопрос. Да? Серьезно. От кого ты переслала? Да это мы Сэм. Мы тогда Гаджиевы прикалывали, снимали это самое видео. Я там стоял, курил Айкос. Ну, чисто фуфан, как говорится. Да не курю я Айкос. Друзья, к сожалению. К счастью. Ну, к сожалению, для товарищей, кто спрашивает, к счастью, для вас. Да. Нет. Не будет советоваться. Нет. Только здоровый образ жизни. Да. Только здоровый образ жизни. Не проваливайся в левой. Еще раз. Ох, класс. Ну, и завтра на старте не будет чистого проката. У вас никогда интервью он в жизни не возьмет. А он человек известный в фигурном катании. Вам еще... Я посмотрю трансляцию. Рассказываю. А, во, во, во. Скиньте силы. Запомните эти лица. Скину. Так что, друзья мои, хотите дальше иметь... медиапродвижение через... Важно продвигаться. Через Константина. Катайте чисто. Я их, между прочим, отваживаю от этого... От смартфонов и так далее. Они у меня в шахматы играют. У нас уже турниры по шахматам. Они по сотке скидываются. Вы играете? Я с ними нет. И победитель забирает банк. У них уже в субботу турник. Голямов номер два. Ну, такой же умеющий стартовать. Голямов всегда мог изваляться, но на старте выходил и делал. Давай сначала до флипа. Ну, Андрей спросил Дениса. Когда вы Денис будете брать музыку? Ну, мало ли, может, просто. Давайте сейчас уже... Музыку не будут засвечивать. Мы уже договорились. Сейчас мы по кускам пройдем, потом целиком пройдем. Музыку работают. Часто все очень круто. Устал? Не устал, да, не мальчик. Вот сейчас, в середине апреля, работа над чем, в основном, идет? Отдельно берем и над катанием работаем, и над пушками. Вместе, как это мы обычно в сезоне делаем в программе. А более отдельно и углубленно. Вокус когда едешь? Вторая половина мая. Хочешь уже? Мечтаешь? Еще во время сезона хотя бы. Есть уже мысли, куда поедешь? Пока вообще нет. Пока не представляю. Друзья, если смотрите интервью, накидайте Андрею вариантов там. Может, дешевые путевки, туры какие-то по акции. Вопросы болельщиков? У тебя очень классная группа. Передаю вам привет команде Андрея Мозелева. Они заставили 12 вопросов для тебя. Давай просто на вопрос болельщиков поотвечаем. Идеальный день Андрея Мозелева? Первый вопрос. Обычный тренировочный день. Я уже привык, поэтому для меня это идеальный день. Игорь Анатольевич рассказывает про баню, про погулять, для тебя просто тренироваться. Сходить в баню. Я по воскресеньям в бане. Это железно. Для бани лучше холодно, потому что я люблю нырять в прорубь. Это прямо для меня вот. Но я и утром контрастно тоже принимаю. Люблю бани. Ты говоришь, в бане нет генералов. В бане нет погон. Это тут была смешная, забавная ситуация была. Я пришел в очередное воскресенье в баню. Там человек, с которым мы вместе ходим. Не то, что вместе ходим, все время попадаем в одно и то же время. Он говорит, о. Это было после покупки первого канала. Говорит, а я тебя видел по телеку, смотрю, ты не ты. Еще так крупным планом показали. Я говорю, ну да, здесь-то я в одежде. Здесь-то сложнее распознать. А он говорит, а что ты не говорил, что я должен кричать на каждом углу, что ли? Я говорю, в бане погонов нет. Погулять, пообщаться с дочкой. Ну, видите, идеальный, да? Погулять, пообщаться с дочкой именно по любимому городу. Вкусно поесть в этот момент. Любимое блюдо? Нет любимых блюд. Нет любимых блюд прямо, ну вот вкусно. Вот хочу на данный момент морепродукты, съем. Хочется стейка, съем. Хочется десерта, съем. Вкусно поесть. Ну и, наверное, вовремя лечь спать. Чем увлекаешься в свободное от фигурного катания время? Ну, сейчас это учеба. Больше всего времени занимает. А так и гуляю, и там, и в футбол иногда играю. И даже и в волейбол там. Много есть всяких развлечений. Вопрос логичный. Человеку, который играет в футбол из Санкт-Петербурга, болеешь за «Зенит»? Да, болею. Ну, я, так сказать, такой болеющий. Не так, как Саша Голямов. Да, не так, как Саша, но в принципе болею. На матчи ходишь? На матчи нет, не хожу. Ну, надо, я думаю, как-нибудь разочек. Может быть, устроим. Кстати, болельщики, можно вот придумать как раз какой-нибудь. Или «Зенит» посмотрит интервью и приглашает фигуристов. Я, кстати, еще, мне Кирилл Анатольевич рассказал, ну, можно я уже озвучил, что ты на призовые, да, которые ты заработал, купил квартиру. Да. Можешь рассказать вот это вот, ну, сколько там хочешь эту историю, можешь сцены не называть, но вот как это произошло, и почему так решил. Все-таки те же, все, 19 лет, уже квартира. Ну, это было еще два года назад, когда вот этот был тот юниорский сезон, где все почти выиграл и чемпионат мира выиграл. И, получается, скопилась какая-то сумма, тогда начался же ковид. Вот. И Кирилл Анатольевич тогда сказал, что нужно куда-то эти деньги вложить, чтобы деньги обесцениваются, рубль, и нужно куда-то вложить. И, получается, первый износ вот... Ну, ипотека получается. Ипотека, да, конечно. И первый износ, получается, вложил эти деньги в квартиру и не прогадал. Блин, ну я... Потому что сейчас цены такие, космос. Ну, давай не называть цену, но вот ты смотрел, во сколько цена выросла за вот время, когда ты вложил, и сейчас. И не смотрел? Сильно выросла? Похожих квартир нет сейчас. Вот. И не могу с чем-то сравнивать, но это почти, наверное, в полтора раза точно. В полтора раза точно даже больше. Взнос, получается, был только из твоих призовых? Родители не добавляли? Там помогли немножко, но я все отдал. А, даже так? Да. То есть ты отдаешь, если... Конечно. Класс. Ну, вообще, респект. Сейчас ты делаешь там ремонт, да? Пока не переезжал? Пока нет. Когда планируешь? Ну, я думаю, к концу следующего сезона точно прям железный, железный бетонный должен переехать. Ну, годик еще можно, значит, чуть последний. Ну, правильно. А ремонт тоже, да, естественно, на свои? Да, конечно. Какой кинематографический жанр вам ближе всего? Любимые режиссеры, фильмы, которые хочется пересматривать? Вновь и вновь. Ну, я мало-мало смотрю кино, не хочу на это тратить время, потому что, ну, в основном, пустота снимается. Любимый режиссер Тарковский, я прям вот обожаю. Любимый фильм «Сталкер», его, наверное, раз, ну, или «Пикник на обочине» произведения, из Тарковских фильмов «Сталкер», я его, ну, уже, наверное, порядка 20 раз точно пересмотрел. И каждый раз ты смотришь, и что-то новое для себя открываешь. Я даже в Таллине, там есть такой квартал Роттермани, это бывший такой, как, по-моему, рабочий, что ли, квартал. Его они отреставрировали в старом городе и сделали, ну, такой прям, как культурный объект, такой очень красивый. И там есть улица «Сталкера», там снимался момент, где вот они едут на джипе. Я даже, пардон, сейчас запрещено говорить, да? В социальную сеть. В социальную сеть выкладывал, где как раз кусочек из фильма и кусочек вот современного. Я прям нашел это место, где они снимали. Кино люблю со смыслом, где есть действительно о чем-то подумать, где есть недосказанность, где тебе нужно пересмотреть, чтобы что-то новое открыть на новом витке твоего сознания, что-то новое опять откроешь. А так, по большому счету, это очень много пустого кино. У нас или в принципе? Везде. Ну вот эти вот фильмы, знаете, которые ориентируют на первую сигнальную систему, вот эти все вот боевики, где там взрывается, что-то, звуковые эффекты. Ну это, наверное, я в подростковом возрасте посмотрел. Да, понятно, сейчас совершенно другая картинка в плане компьютеров и так далее, но мне это неинтересно. Мне содержание интересно. Именно содержание, игра актеров, а достаточно мало актеров, которые могут передать. Поэтому я даже больше, чем кино, люблю театр. Люблю театр, потому что там нет дубляжей, ты вживую играешь. Я тут ходил как раз недавно в театр, с другом ходили мои подруги. Помните фильм «Брат-2»? Конечно. Кто-то не помнит. Помните там «Лысые дамы»? Ну, которые мальчик принесел водочки. Да, принесел водочки, да. Она там в главной роли играла-то в Америке. Ну она раньше была Дарья Лесникова, сейчас она Дарья Юрген. Это моя такая хорошая-хорошая подруга. Да, а ее сын, Егор, катался у меня. Когда я еще начинал тренировать, он у меня катался. И мы с того момента с ней дружим. И вот сейчас Егор, я ходил на спектакль, и она играла, и он играл в главной роли, потрясающе играл. Потрясающе. То есть он актер прямо на расхват. Потрясающе играл. Вот он недавно ходил в театр. Мне даже больше в этом плане, я говорю, нравится театр, потому что там нет дублей. Вот у нас с вами есть дубли. Если мы тюгнемся, значит, заново запишем. Чем укладывает волосы Андрюша, спрашивает Дари. Специальным средством. Фирма Морганс. Это такая помада даже для волос. И укладывается от лица каждый день. Блин, ты сейчас очень красиво сделала. Мне кажется, просто гифки люди будут вырезать вот так вот. Где больше нравится жить? На даче или в городе? На даче. Меньше народу, больше кислорода. Да, это спрашивала Надежда Умирает последней. И от нее же вопрос. Любимый сорт клубники? Как на даче дела? Рассада готова? Ну, я этим не занимаюсь. Мама что-то сажает, ну, там совсем по минимуму. А ты просто отдыхаешь там, да? Да, да. Дрова не колешь. Новопоказательный. Планируется? Да. Марго, все. Новопоказательные, друзья. Может, даже несколько. Я не знаю, как получится. Здорово. Ну, то есть, есть уже, ну, типа, наработки какие-то? Есть, есть все. Есть. Хорошо. Какую музыку вы предпочитаете слушать? Ну, разную. Это от настроения зависит от меня. То есть, так я очень много слушаю разную музыку, но от настроения зависит. А любимая группа? Ну, какая-нибудь такая, которая больше всего в плейлисте. Ну, наверное, если знаете, Мияги. Больше вообще люблю их слушать. Супер. Все программы у Андрея хореографически насыщенные. Какая программа была самой сложной для него? Есть ли любимая? Любимая? Да, все любимые у меня. Как Андрей совмещает учебу в университете и спорт, особенно учитывая, что первый курс у него выполнен на олимпийский сезон? В университете индивидуальный график есть. И это, конечно, спасает, потому что я могу в свое удобное время прийти туда и договориться с преподавателем или как-то дистанционно сдать ему или что-то решить. Но, конечно, больше уже занимаюсь этим, потому что в конце сезона после своих соревнований. Вы известный меломан. Я читаю вопрос болельщиков. Какую музыку можете порекомендовать для тихого романтического вечера? Все же опять зависит от настроения. И от настроения, от вкусов, то, что любит. Вот недавис, как вчера, я еще раз решил для себя понять глубину. Есть такой стиль музыкальный эмбиент называется. Ну, долго рассказывать кому-то, чтобы кто что понял. Да, лучше почитать. Но это вообще такая минималистичная музыка. Это музыка, которая наводит на размышления. Она, кто-то называет даже и фоновой, эту музыку. Но я вчера прямо читал про историю. Мне просто, понимаете, кроме произведений, мне интересна еще история происхождения музыкальных стилей. И я начинаю копаться. И понимаю, что эти музыканты... Эту музыку, например, играл мой любимый пинг-флойт, например. И группа ЕС такая, которую тоже очень уважаю. Ну, и мы говорим из прогрессив-рок там, или там арт-рок-команд. И я вчера прямо так углубился в чтение. То есть включил музыку. У меня есть хорошие звуковые установки. Я еще очень давно купил. У меня две колонки высоких, но достаточно нешироких. Усилитель, CD-проигрыватель. Это уже аппаратуре 25 лет. Но, как сказал мой приятель, он звукоинженер, он сказал, что она, если ты топором не будешь бить, она тебя переживет. А тут еще пришлось докупить стриминговый плеер, потому что сейчас много сетевой музыки. Но я просто пользуюсь стримом, тот, который дает качественный звук. Но опять мы не можем произносить, потому что сейчас много чего запрещено. И нужно хороший был сетевой проигрывать. У меня так получается из прошлого, 25-летней давности, и из настоящего. Так у меня вот три компонента. И я вчера включил вот это направление еще раз и стал читать. То есть я не просто слушаю музыку, я именно читаю истоки, почему, для чего, да. А могу вообще там утром в душе включить. У меня еще в душе выведена отдельная колонка. Я переключаю просто. У меня именно так, это не умный дом называется. У меня именно так музыка настроена в доме, в квартире. Это мы изначально с инженером все проектировали. Я могу послушать Пинк Флойд в душе, потом пока завтракаю, переключиться, вдруг мне захочется послушать Рахманинова, да. А иду в машину, пока иду в машину, так, надо что, там, инигу, например, включу, и уже еду под Эльмей, там, 7 минут. Ну, неважно, да. То есть у меня вот такие вот, какие-то бывают перепады музыкальные. Поэтому так вот что-то вот конкретное. Мне вообще сложно посоветовать. Ну, вы все равно очень интересно рассказали. Даже, я думаю, люди должны сделать пылу, что просто читайте много про музыку, изучайте. Ну, музыка, музыка, это же и состояние души, и состояние настроения, и состояние твоего вкусов. Вот насколько у тебя вообще твоя нейронная сеть обучена разным музыкальным направлением. У меня вот повезло, наверное, в этом направлении. У меня вот старший брат, у меня на 20 лет старше, и сестра на 15 лет старше. И это же как раз-то еще советское время, и они увлекались такой вот на то время запрещенной музыкой. И там, и Deep Purple, и Pink Floyd, Queen, Genesis. И вот у меня в доме все время играла такая музыка. И у меня волей-неволей, но моя нейронка обучилась уже другим направлениям, нежели какой-то попсе. Хотя могу и попсу послушать иногда под настроение. Но мне именно интересно музыка вот не просто как фон, а именно как содержание. Я обязательно прочитаю исполнитель, что, и кажется, столько переплетений в музыке, столько переплетений в музыке, насколько я вот читаю, что оказывается, там, этот великий исполнитель, он играл с такими-то даже нашими командами, еще там, в советское время. Я там был просто пораженок. И, то есть, наверное, столько все в музыке тоже переплетено. Ну, этим надо увлекаться, жить. Ну, а что для романтического вечера? Ну, наверное, что-то спокойное. Включите какой-нибудь, такой мягкий джаз какой-нибудь, такой софт-джаз какой-нибудь включите для романтического вечера. Так, негромко, да. Ну, смотри, опять романтика что? Романтика до ужина или романтика после ужина? Тоже романтика бывает разная, да. Какая-нибудь джазовая музыка. У нас в Петербурге есть прекрасный джазовый клуб, где играет Андрей Кондаков, такой известный джазовый композитор. У них там вот есть свой тоже коллектив. И вот мы ходим слушать иногда вживую джаз. Но джаз не этот классический, который вот в нашем понимании, потому что он такой немножко для меня вот тяжеловатый, мудноватый, а вот такой немножко более авангардный джаз. Ну, наверное, для романтики такой вот. Джазец какой-нибудь такой. Джазец. Зайдет. Кто для тебя является кумиром фигурного катания? Ты уже отвечал, помню, мы записали интервью, ты говоришь, что это Нейтан Чен, да? Да. Для мамы Андрея Алексея Ягудин. Сейчас, может быть, тоже, ну, кого-то выделишь, добавишь. На Олимпиаде ты, кстати, выступал вместе с Нейтаном и Юдзуру. Ну, про кого вот, можешь сказать, айдолы твои? Не знаю, ни про кого. Ни про кого почему? Не знаю, больше, так сказать, что я сам себе больше нравлюсь. Больше я тебя маханю? Да. С кем из фигуристов близко общаешься, дружишь? С Женькой Семенкой, с Марком Кондратиком, в принципе, общаемся. Ну, да, наша... Ну, и здесь у нас в Академии в Курин-Кутане еще более узкий круг друзей. Угу. Ну, вот, кстати, уж извини, что такая тема, но все-таки не умеет спустить. Вчера следил, как вот за Женей видел. Видел, да, и видео видел. Конечно, ужасно это все. Ну, я ему вроде писал, он мне ответил, что все, чувствую себя получше. Ну, и лежит на обследовании сейчас в больнице. У тебя было когда-нибудь такие падения? Ну, они настолько нет, не было свободы. Ну, то есть можно сказать, что Женя и Марк, в принципе, твои друзья. Ну, да. Города и страны, которые хотел бы... Саша Голямов еще. О, Саша Голямов такая вообще футбольная команда. Да, да. Ну, я читаю сейчас. Я говорю, сразу так, не сказать. В принципе, так со всеми общаюсь. Угу. Вот. Ну, Саша Голямов уже давно, поэтому я как-то... Мы с ним вообще вместе у Киран Анатольевича еще катались. Угу. Помнишь какую-нибудь историю из детства? Вы больше дружили или ругались? Вот только честно. Это... С Сашей. С Сашей? Нет, только дружили. Только дружили? Да. Читал ваше интервью недавнее. Вы говорили в числе ваших учеников, с которыми раньше работали, называли Сашу Голямова и Глеба Смолкина. Можете вспомнить работу с ними и какие они были, будучи одиночниками? Ну, у меня и даже мне так получилось, что повезло на заре тренерской деятельности. Ко мне был, по-моему, второй набор, что ли, мой или третий набор детишек. Пришла кататься не к Ольге Свияни, я думаю, вы помните такую фигуристку? Вот, я сколько там лет пять с ней отработал. Вот, с нуля. Маша Ставицкая. Вот, то есть я их прямо вот с нуля ставил на коньки, и они у меня прыгали двойные прыжки, но потом у меня еще не было возможности двигаться дальше на тот момент. Ну, они перешли уже к другим тренерам. Ну, я им тоже закладывал базу в свое время. А с Сашкой Голямовым, да, у нас достаточно долгое было творчество. Он пришел, когда только двойные прыжки прыгал, даже двойного акселя не прыгал. Он переезжал из Пермского края, по-моему? Нет, он из Екатери... Ну, он родился, родился там в каком-то, я не помню, городок в Пермском крае, да. Он катался в Екатеринбурге, вот, приехал в Питер. Он приехал к тренеру, к другому, и она уже попросила взять нас, Сашу. Вот, сложный товарищ. Но, знаете, простых не бывает, кто покажет результаты. Какую-нибудь историю о том, что... которая доказывает, что Саша непростой, помните? Ой, тяжело со льда было выгнать. Вот он косячит, понимает, что вот так нельзя, но не выгнать было со льда его. Вот, я тоже обижался. Вот мне понравилось, когда Саша выиграл юниорский мир. Вот, он тогда катался еще у Великовых, когда он выиграл чемпионат мира среди юниоров. Мы в зале с ним встретились. Ну, я, естественно, сразу поздравил после проката. Естественно, мы с ним хорошие такие отношения, с Сашкой. И он говорит, спасибо вам, что вы меня тогда вот прям держали в южовых рукавицах. Обижались они порой. А сейчас, когда уже по прошествии лет, понимают, что если бы не было вот этой жесткости и требовательности, возможно, и не было бы нынешнего Саши Галямова. Потому что, ну, парень с характером, парень непростой. И, как с любым спортсменом, кто с таким вот характером, с ними, конечно, сложно. И если отпустить где-то, они просто начинают садиться на шею, знаете, и ножки свешивать. А это к результату, как вы понимаете, не приведет, когда спортсмен начинает управлять ситуацией, даже и в маленьком возрасте. То есть жестко с ним работал? Ну, не всегда. Не то, что, наверное, на каждую тренировку приходил как с холостом, знаете, с кнутом. Но порой приходилось. Порой приходилось. Сколько он на вас лет работал? Я сейчас не припомню прямо по годам, но достаточное количество, потому что он пришел с двойными прыжками, и мы с ним ездили и на «Мемориалы Жука», и на «Олимпийские надежды» старше возраста. Вот. И он тогда, конечно, катался в достаточно серьезном коллективе, и был плюс-минус в обоиме, не то, что, знаете, там на задворках. Ну, и он прыгал все тройные прыжки, каскады 3-3. То есть он владел... Ну, акселем он не владел тройным, но на тот момент в детском возрасте это не так было актуально, как сейчас. Но он владел сложными элементами. И даже вот уже при своем росте, а он с меня ростом, при своем росте, я помню, когда вот начал у нас кататься в школе, приходил ко мне на тренировки попрыгать, ну, позаниматься прыжками, и он спокойно там и 3-3 лустулуп собирал, и при своих-то рычагах, и при своем весе. Как его переход в парное? Когда они как-то повлияли на это? Да нет, ну, конечно, повлиял. Я же вижу, что человек растет. Ну, конечно, повлиял. Я ему указал прямую дорогу к великам, сказал тебе туда. Ну, как он отнесся? Нормально. То есть он как бы... То есть бывает, что как-то может обижаться? Ну, вы знаете, мне по большому счету, можно так скажу так, не то, что все равно, как отнесется, но я просто понимаю, что там он может добиться большего. Зачем держать спортсмена? Вот некоторые пытаются держаться до последнего, там, вот из-за это одиночное катание, да, если понятно, что уже вот, ну, предел. Здесь, ну, вот я вот сейчас, например, также мой спортсмен Андрея Возраст, Родион Мариинский, он сейчас у великого катается, юниор в парном катании, он сейчас попал на педестал как раз на Олимпийских надеждах, он из Ростова мальчик, он упирался прям рогами с папой. Я в прямом смысле слова за руку привел отца Николая Матвеевича Великого и сказал, вот, Николай Матвеевич, это ваше. И сейчас Родион спрашивает, ну что? Он говорит, да, вы были правы. Порой они в силу своих незнаний, вот этой всей конъюнктуры и структуры, они не могут принять взвешенное решение. И здесь, да, где-то кто-то просто согласился, да, вы правы, а кто-то сопротивляется, но ты все равно его... А потом, спустя время, они понимают, что правильно поступил тренер. Но Саша был из тех, кто спокойно... Не было каких-то таких препонов, я не помню. Ну, может, какие-то такие небольшие разговоры были какие-то, но вот такого, что он прямо сопротивлялся и руками, знаете, держался за дверь, а я его туда ногой пропихал, нет, такого не было. А Глеб вообще, Глеб же, он в свое время потом в футбол ушел. Да. Он футбол... Но они всегда обредили футбол, им это пацаны, и я так переживаю. Я сам себя ахилл порвал, играя в футбол. Ну, как играя, пришел в зал, говорит, пацаны, давайте разомнемся. А сам дурак не размялся. Давно было? А? Давно было? Это было за день до отъезда на Нью-Йоркскую Россию в Перми. Когда вот в Перми сколько там было, три года назад или четыре года назад. Ну да, 19-й год там. Да, за день до отъезда я порвал себя и хилл. С Сашей Голямовым играли? Нет, Сашки уже не было тогда, нет. Со своими, с Андрюхой еще. Ну, как поиграть? Это даже не игра была, это просто такая вот легкая рарега. Давайте чуть-чуть разомнемся, чуть-чуть разомнемся, футбольчик. Размел все. Порвал, потом операции, потом восстановление. Да, а Саша не думал в футбол ходить? Он хорошо играет, насколько я читал. Нет, он хорошо играет в игре, я бы хорошо играл всегда в футбол. Ведь видите, фигуристу вообще, если фигуристу дано заниматься фигурным катанием, Андрей, кстати, очень хорошо играет в футбол, очень хорошо. Какой позиции? Позиции не знаю, это вы лучше у него спросите. Но, по крайней мере, как он обращается с мячом, насколько он ловко с ним обращается, все вот эти вот финты он классно делает. Ведь фигурное катание – это сложный координационный вид спорта. Да, и фигуристы обычно хорошо играют в игровые виды. Я помню, мы и в настольный теннис в свое время рубились там в юбилейном. И сами в футбольчик ставили вот эти вот скамеечки. Маленьким этим теннисным арабским мячом играли в футбольчик. И в баскетбол, и в волейбол. То есть фигуристы – народ координированный, им игровые виды легко даются. И я, в принципе, за то, чтобы ребята играли в игровые виды спорта. Единственное, я вот именно за футбол очень переживаю, потому что очень травмоопасная история. А у них же порой бывает, знаете, как заруба начинается, как у быка глаза нареваются, чуть потерял контроль. Вот я только за это переживаю. Ну, а как я могу запретить? Я просто всегда каждый раз прошу, чтобы это было максимально с контролем. Города и страны, которые хотел бы посетить. Нью-Йорк. Нью-Йорк. Да, вот видел только на картинках, на видео, и там очень красиво, хотел бы там тоже побывать. Да, Статуя Свободы, Тайм-Сквер. А куда вот ты приехал вот на Нью-Йорк? Надеемся, что все будет хорошо, можно будет приехать. Куда пиром пойдешь? Наверное, парк, как он называется. Парк? Центральный парк Нью-Йорк называется? Да, Центральный парк. Я просто вспомню, как там снимали фильм «Один дома». О, да, да. Где голуби вот эти были. Да, да, да. И вот, и в отеле, и в том бы отеле пожил бы, тоже, в котором он жил. А я же катался еще под этим домом, поэтому я пересматривал все сто раз этот фильм. Твой любимый фильм, можно сказать? Любимый фильм? Угу. Много. Много любимых. Так, не выделю. Ну, что-то бы, не знаю, последнее, что классное посмотрел. Последнее, что посмотрел. Я хотел всегда посмотреть, что-то не удавалось. И посмотрел вот брат. Первый. Первый, да. Второй пока не смотрел. Пока нет. Еще и «Бумер» посмотрел. И что больше понравился, брат или «Бумер»? Наверное, больше брат. Ну, да. Тем более там же Санкт-Петербург родной. Правда, не такой красивый, как сейчас. Несколько мрачноватый. Угу. Ну, и что думаешь про брата, про фильм? Очень хороший фильм. Угу. Ну, каждый свое выделит там, поэтому не скажу. Угу. Данила Богоров, тебе близок по духу? Или все-таки это не твой тип, человек? Может, чем-то и близок. Ну, да. Главное, не то, что он убивает. Ну, это понятно, да. Ну, быть справедливый, честный. Ну, да. Также спрашивают болельщики. Учишь какие-то новые четверные к новому сезону? Учу. Учу. Пусть это будет секретом пока. Хорошо. А характеризуй Кирилла Анатольевича в трех словах. Наверное, веселый точный человек. Да, мы убедились. Тренировку рассмотрели вашу. В какой-то мере строгий и разговорчивый. Веселый, строгий, разговорчивый. Ну, хороший набор. А характеризуйте Андрея в трех словах. Сильный. Это первое. Сильный. Сильный, сильный, сильный. Сильный. Надежный. У меня много разных слов. Но вы же попросили три. Я пытаюсь проранжировать. Знаете, как есть психологические тесты? Проранжируйте от одного до десяти. А ты думаешь, и это на первое место поставить. Вы можете перечислить и потом выбрать. Нестандартно мыслящий. А в каком плане это выражается? Какой-то пример, когда Андрей нестандартно мыслил. Даже, опять же, с музыкой порой мне казалось, что у меня такие музыкальные моменты бывают. А мы с ним обсуждаем, а он там с другого боку заходит или по поводу каких-то, ну и конкретного не могу сказать примера, но мы что-то обсуждаем. И я смотрю, он на эту проблему смотрит чуть-чуть с другого угла. То есть никак посмотрел его большинство. Но это не значит, что он всегда нестандартный, что мы думаем одним полушариям, а он совершенно другим. Но порой у него есть интересные нестандартные моменты. Просто Андрей не любит говорить много, он больше старается делом доказывать. Поэтому, может быть, многие не знают его таких вот сторон. Я тоже с ним 10 лет, поэтому уже много. Какое любимое блюдо Андрея Мазалева? У меня их много, которые я люблю. Наверное, это карбонара будет. Карбонара. Тебе приходится соблюдать режим питания. И можешь рассказать, ну, если это не секрет, конечно, как вот примерно ты питаешься в среднем, какой-то у тебя рацион, примерный завтрак, там, обед, сколько раз? Вот просто, ну, это действительно интересно. Ну, завтракаю, в принципе, я ем все, что хочу. Потому что это утро, еще впереди, столько тренировок, я все сожгу. Шоколадку можно, да, даже? Можно, да. Я завтракаю, могу все, что угодно съесть. Обед – это, как обычно, первое, второе, там, салат. И, может, чуть-чуть, там, уже, ну, там, тоже кусочек шоколадки такой я съем, не более. А вечером уже вот так легко. Чисто кусок мяса, может, салатик. Ну, по сути, ограничения все приходятся на вечер. Да, потому что вечером вот, так сказать, это перед сном лучше много не есть, потому что это все начинает переходить в жир. Илья Анатольевич, ваши любимые места в Санкт-Петербурге, где погулять? В Санкт-Петербург? Все? Нет, ну, понятно, что новостройки мне неинтересны. Ну, во-первых, люблю гулять вдоль Невы. Я вообще люблю воду. Может, потому что водолей. Люблю воду вдоль Невы, и особенно, когда без ветра. Вот это, к сожалению, большая редкость. Потому что, когда вечер, гладкая Нева, и ты, например, смотришь со стороны Петропавловки, то ты смотришь, как в Неве отражаются, та сторона, дома, там, Стрелка Васильевского острова, и настолько вот офигенно. То есть я всегда смотрю не просто дом, а я смотрю и отражение, как это все вместе смотрится. Ну, центр, да, центр в первую очередь. А если что с водой связано, это вот если на Крестовском прогуляться, вот за новой зенитареной. То есть там уже такое более современное, то есть зенитарена, вот это вот ЗСД, вот эти вантовые мосты, и опять же выход к Пинскому заливу, то есть вода, и вот этот уже современный стиль. А, например, вот здесь мост Бетанкуром, порой там пешочком подняться. Новый, новый вантовый мост у нас, который соединяет Ваську и Петроградку, на Васильевскую, Петроградскую сторону. Это я так на сленге. Ну да, это мы многие, да. На питерском сленге. Это когда ты поднимаешься на мост Бетанкура, на самой верхней точке, ты находишься на такой, как бы, хай-течном мосту, а перед тобой у тебя Петропавловка, Исааки, да, там, Эрмитаж виднеется. Вот это вот соотношение. Это мне как нравится в Таллине, например, очень люблю Таллинн, и я уже тоже в Таллине помню. Я был не раз. Нет, вы сейчас были или нет? На Мире? А, вы сейчас не были. Отпустят. У нас тоже не аккредитовывают. И там вот и в Таллине и Спириты, то есть такое местечко Петропавловка, это как у нас в Питере, там, Сестровец, грубо говоря. Это, да, где эти... Где Олимпиада была. Где Верфи, да, где была Олимпиада 80. Да, вот оттуда, если смотреть на старый город, то ты видишь вот этот паромы чуть правее про старый город, а чуть левее вот эти вот хай-течные вот эти вот стамески, и вот это вот соотношение там 15-й, там 16-й, 12-й, какой там век, я уже врать не буду, и вот эти хай-течные стеклянные здания, вот это соотношение, вот оно тоже достаточно интересно. Мне нравится бывать, когда вот вещи несовместимые совмещаются, они достаточно так... Что в музыке порой, что вот опять же в искусстве и вот в архитектуре. Ведь архитектура, она же вообще воспитывает человек, воспитывает культуру. Мне вот очень порой обидно, что тут в 90-х в Питере произошло, когда вот эти прекрасные входные группы вот этих старых домов просто перенеслили. перенеслили на железные уродские двери. И когда вот эти вот рамы оконные поменяли на пластик вот этот дешевый, и это так смотреть на это больно, потому что ведь входная группа – это как бы знакомство с домом, насколько она вот красива, насколько вычурно сделаны все вот эти вот окошечки, и просто поставили металлическое дерьмо, а рядом это пластиковое дерьмо. И как это просто ужасно, я надеюсь, все-таки верно, потому что я смотрел целую передачу, как по чертежам люди делают, ну, новоделы, ну, по старым чертежам, вот этих вот входных групп, да, оконных рам, какие должны быть на этом здании. Конечно, это очень портит здание. Архитектура, конечно, формирует человека, формирует его вкусы, формирует его взгляды. Я очень люблю, мы с другом, с моим, с дочкой любим прогуляться по городу, ну, а что, если погода хорошая, потому что я считаю, наш город формирует вкус. У меня, кстати, мечта, ну, это такая реальная мечта, я думаю, осуществлю, я просто видел, есть экскурсии, я даже там знаю, кто проводит экскурсии по каналам, на этих, как они, байдарках, нет, байдарка, я все путаю, каноэ, это когда у нас вот так вот, да, ну, когда ты садишься веслом, весло, на байдарках, да, на байдарках, да, я просто вы показали, я думал, на ганы, типа, нет, нет, руками, 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 и вот есть экскурсия по каналам, но там определенное время, видимо, когда эти вот трамвайчики речные не ходят, посмотреть вот именно вот, там вот на этой штучке проплыть, посмотреть на Питер, вообще, город Петербург надо смотреть с воды, с воды. Лайфхак. Да, лайфхак, то есть, когда особенно хорошая погода, Питер с воды смотрится совершенно по-другому, совершенно по-другому, поэтому обязательно, даже кто катался, не поленитесь, в хорошую погоду, возьмите, она стоит недорого, экскурсию по рекам и каналам, совершенно другой Петербург. Ирина спрашивает, хочется пожелать Андрею удачи, интересных программ, веры в себя, позитивных стартов, здоровья и как можно больше светлых и солнечных дней. Ждем его с новыми программами. Спасибо за завораживающее катание и незабываемый кораблик. Вот от лица всех болельщиков говорю, что Андрей самый красивый кораблик в фигурном катании. Хотелось бы узнать, какое у Андрея любимое место в Питере. Кроме дома, конечно, это, наверное, центр Санкт-Петербурга. Не могу конкретное место просто сказать, потому что мне в целом нравится город Питер. И гулять. Да. Андрей, нам стоит ждать когда-то от тебя кружочки в Телеграме. Возможно. В скором времени. Вы, допустим, когда даете с Кириллом Анатольевичем совместное интервью, 90% времени говорит Кирилл Анатольевич. Это вы специально договариваетесь так? Или все-таки у вас разные характеры? Характеры разные. Кирилл Анатольевич более разговорчивый, я более молчаливый. А почему ты молчаливый? Привык, наверное, к действиям, показываться словами. Звучит классно. Как ты вообще относишься к интервью, к публичным мероприятиям? Напрягает ли тебя это? Ну, может, немножко напрягает. Но, в принципе, даже нравится в какой-то мере это. Можно о себе рассказать и так далее. Хочется еще спросить такой момент. Насколько долго он планирует продолжать? Есть ли у вас? Обсуждали ли? Время покажет. Но картина Диам Петсо, Милана точно? Ну, конечно, конечно, конечно. Катай, я говорю, у Андрея любит это дело. Андрей еще далеко-далеко не свой максимум показал в спорте. Он еще молодой. В самом расцвете сил, будем так говорить, ему 19 лет. Что он только еще, можно сказать, вступил на взрослый путь. Поэтому, нет, нужно тренироваться, нужно... Он сам хочет. Он и сам хочет. Глаза горят. Ну, сейчас конец сезона, глаза уже у всех уставшие. Так по... Мерцает. Сейчас уже глаза у всех уставшие, но сейчас совершенно другая работа. Я уже говорил вам. Поэтому люди уже, конечно, подустали все. Сезон непростой у нас. Выдался. Один из самых популярных вопросов от болельщиков. 90% времени в совместных интервью, ваши и Андрея, говорите вы. Почему так получилось? Доминирую. Не знаю, может быть. Ну, он... Не знаю. Не задумывался об этом. Неосознанно происходит. Ну, разный, видимо, просто у вас характер в плане общения. Возможно. Возможно. Как вообще к общению с журналистами относитесь, если уж эту тему развивать? Вы знаете, опять же, в недавнем интервью я нормально отношусь, если журналист не пытается копаться в грязном белье. Я прекрасно понимаю, что журналистам нужны клики, нужна читабельность. Я все это прекрасно понимаю, потому что, ну, людям не интересно, когда у тебя все хорошо, все нормально, да. Людям интересно, когда что-то плохо, что-то не то, да, или какую-то пикантность. Вот, наверное, это больше интересно людям, а журналисты пытаются все это вытащить. Или, там, громкие имена, или когда пытаются журналисты обоставлять экспертом. Там у меня были ситуации. Мы хотим взять с вами интервью про вашего спортсмена. Два вопроса про твоего спортсмена, а дальше начинается. А ваше мнение по поводу этого? А ваше мнение по поводу этого спортсмена? А что вы думаете? Я говорю, подождите, вы обо мне хотите поговорить или о других? Я не хочу свое экспертное мнение высказывать по поводу других спортсменов. Вот, то есть, и получается, что они, ну, зачастую пытаются из тебя вытащить что-то, то, что ты не хочешь говорить, например, и при этом порой еще переворачивают. У меня даже, опять же, были, не буду говорить с кем, ситуации, когда я сказал там что-то, потом получил на начитку, прочитал, говорю, вот это, пожалуйста, уберите, выходит статья, и это не убрали. Я говорю, ну, как же я звоню, ну, как же так-то, мы же договорились с вами. Мне, ой, да, одни казалось, вот это вот, ой, да. Ну, вот, и вот эти все моменты, конечно, видимо, не все люди любят это. Ну, вот я, например, не люблю вот эту ссору и грязь, да, поэтому, наверное, я не очень удобный. У нас была какая-то история, что что-то там про, вам, к моему, звонили журналисты по поводу, по поводу перехода Жени Медведевой, насколько я помню, и что-то такая история была про развод забавная. Можете рассказать, если можно, если нельзя, не будем? Это, это вообще с Женей Медведевой ни слова не было сказано. Это было сказано по поводу перехода вообще спортсменов. Ну, вот, как ваши отношения, мне задают вопрос, а вот если уйдет Андрей, а если уйдет у того-то, тот, я говорю, ну, вы понимаете, вот вы, вы женатый человек. Ну, да. Вы можете гарантировать, что до смерти вы проживете со своей женой? Кто знает, но я надеюсь, я надеюсь. Вы надеетесь. Вы можете 200% гарантировать, вот, Алина вашу жену зовут. Алина Лесик со мной до конца, ну, а кто быстрее уйдет, это одного бога. Можешь, конечно, сказать, да, но ни в чем нельзя быть уверенным. Вот. Когда вопросы задают об этом, ну, я вот примерно так и отвечаю. И там открыл где-то я там Яндекс.Дзен, и первой строчкой было написано, там, Кирилл Доводенко сказал, объяснил, почему ушла Медведева. Я говорю, чего? Я туда кликаю. И просто цитата, что, ну, из семьи же там муж уходит или жена уходит. Просто вот эту цитату вырвали, типа, объяснил, почему. Ну, вот это же бред, вообще идиотизм. И один из какого-то интервью просто взяли вот эту цитату, прилепили, как будто бы я объяснил, хотя я вообще не говорил об этом. Ну, понимаете, да? Взяли из одного интервью, придумали заголовок, сами склеили. Для чего? Чтобы были клики. Очевидно. Вот поэтому, наверное, многим и не нравится. Любимые книжные произведения твои, вот, какие бы выделил? Последние тоже. Ну, наверное, скажу так, чисто про автора, потому что у него много хороших произведений. Это Стивен Кинг. Вот, я люблю вот такое что-то. Приключенческое? Да, там же еще такое ужасы, там еще что-то все в одном, и это интересно. Помогает разгрузиться? Да. Прям вот я прям погружался туда. Какая у тебя сейчас мотивация? Как-то после Олимпиады, может быть, отношение к тренировкам, к жизни поменялось? Скажу, поменялось, да. Вот. А мотивация, ну, она остается. Все равно это как максимум золото Олимпийских игр. Пока я этого не добьюсь и не успокоюсь, и всегда мотивация будет всегда. Ну, то есть, естественно, на следующую Олимпиаду ты нацелен 100%, а вообще, думал, сколько в теории ты можешь кататься? Да, следующая Олимпиада точно может быть еще до следующей. То есть, либо 4, либо 8. Да. Вот так вот мы пришли к такому. 4 это минимум. 4 точно это минимум, да.